Чем старше я становлюсь тем больше убеждаюсь в том что самые лучшие профессии это те где человек может результат ощутить видишь что ту энергию те силы которые ты затрачиваешь они тебе возвращаются есть обратная связь скажем так то это дает новые силы для дальнейших свершений и это стимулирует очень сильно я и сейчас не работаю и до этого я не работала уже какое-то время то замужество я не работала в государственных учреждениях а потому что минимальной составляющей этой работы является какой-то творческий процесс то есть его фактически нету я себя пробовала в разных совершенно государственных учреждениях начиная от министерства образования и в других каких-то ведомствах тоже где у меня были разные функции но везде человек себя там очень быстро исчерпывает у кого-то устраивает принципе это работа я не говорю что она там плохо но в какой-то момент человек просто молотонно выполнять какую-то одну и ту же работу лично меня это не устраивает не устраивало есть молодые ребята были у них попытки начать свое дело большая часть к сожалению из этих бизнес-проектов скажем так они потерпели крах потому что именно потому что если человек хочет начать здесь какое-то свое дело он может в принципе рассчитывать только на самого себя у государства были какие-то программы поддержки малого предпринимательства были даже целые схемы которые они брали из по аналогии с российской федерацией были в этом в это были включены российские бизнесмены предоставлялись большие суммы которые в реалиях цхенвала просто очень странно реализовывать в условиях того что у нас довольно таки маленькая страна и такие большие масштабные проекты здесь они и не рентабельные и не они бы не окупились не знаю даже эти 10 процентов из всех из остальных 100 процентов эти 10 процентов составляли огромную сумму зачастую которую зачастую предприниматель не мог вложить если бы у него были была эта сумма 10 процентов от того огромного займа по условиям контракта он сам бог за замутить и какого говоря потом устроить какое-то небольшое по объемам гораздо более меньше меньше бизнеса и гораздо более окупаемые гораздо более реальные наших условиях государственные программы по поддержке предпринимательства они себя не оправдали ну а по сейчас четко сформулировать почему здесь медицинское обслуживание не на таком уровне который могло бы быть за все эти годы и с помощью тех больших средств которые были выделены на медицину но такой большой разницы я не вижу есть конечно какие-то улучшения мелочах и элементарных вещах это касается скорее наверное условий содержания в больницах и других медицинских учреждениях поликлиниках возможно это происходит именно еще из-за коррупции или из-за того что люди как это вот как привыкли работать так и продолжают работать и особо даже сами не стремятся может быть улучшать вот эти качества медицинского обслуживания я имею ввиду сейчас медперсонал у нас не проводятся каких-то серьезных операций людям все равно приходится выезжать во Владикавказ и если у него что-то серьезное и более срочное то приходится людей отводить в Тбилиси я не знаю где здесь молодежь развлекательства у нас вроде кинотеатр построили но как говорится кино нет